Дорогие друзья, уважаемые коллеги, прежде всего организаторов хочу поблагодарить за возможность, предоставленную перед вами выступить. Для меня это большая честь. Вы наверняка знаете мысль Чепчеля о том, что школьному учителю приближит власть гораздо больше, чем премьер-министру. И я все время эту мысль развиваю. Недавно выступал перед молодежью Василий Герри и говорил им о том, что, ребята, будущее сформировать указами президента достаточно сложно. Будущее формируется настроениями молодежи и теми процессами, которые модны в их среде. Я хотел бы сказать в этой связи несколько слов о том, что мы считаем, какую моду нужно прививать народу и молодежи нашей прежде всего. Наш университет один из немногих в нашем городе, а в городе больше сотни университетов, на одной руке можно по пальцам пересчитать университеты, которые имеют прямое отношение к природе. Вот у нас единственный университет на Северо-Западе, который имеет прямое отношение к природе. Я ребятам всегда, студентам говорю, в отличие от студентов иных вузов, вы имеете дело, если угодно, как еще Ломоносов говорил, своего рода Евангелие Божие. Потому что природа – это творение Божие. И вот вы с этим творением имеете повседневный контакт. Значит, мы обязаны выпускать из своих стен ребят с совершенно иным мировоззрением, в отличающимся от мировоззрения тех же технических вузов. Если вы посмотрите на входе, у нас уже, наверное, лет 9 стоит такое табло на входе. Курение фасадом университета рассматривается как прямая реклама табака, нарушители подлежат безусловному исключению из университета. Я могу просить все, но только не дым сигареты над вывеской университета. И это теперь уже, все говорили, не получится, все получилось. Я хотел довести до образовательного сообщества нашего района, чтобы в нашем университете сейчас очень серьезное проявляется внимание в разных точках вообще-то России. Вот на всех молодежных форумах я выступаю, сегодня даже, вот я сказал, что с утра даже телевидение Ямала приезжало к нам. И мне кажется, наступил тот момент, когда взаимодействие нашего университета и школ района могло бы получить какую-то новую фазу развития. Потому что университет принципиально новым стал, но пока еще это не стало, может быть, достоянием общественности. Я хотел до вас довести это. Университет новый не только по своему содержанию учебного процесса, но и внешне, как вы видите. Вот здание великолепное, которое строится, это строится по постановлению, которое подписал в свое время Владимир Владимирович Путин, когда был председателем правительства, и вы вряд ли найдете университеты в стране, которые в последние годы получили вот такие колоссальные возможности развития. Мы практически все дворцовые ансамбли, вы знаете, нам предлежат, отремонтировали, великолепный новый корпус строим. Но это и большая ответственность. И мы не справимся с этой задачей без вас. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы мы вместе с вами сделали наш университет одним из лучших учебных заведений страны, и чтобы сюда приходили не только за знаниями, но, как я говорю, ребятам, я как ректор прежде всего отвечаю за то, чтобы из стен университета выходил человек, человек с большой буквы, человек с особым мировоззрением. Это человек, понимающий природу, жизнь растений, жизнь животных и умеющий общаться с окружающей средой. Вот, пожалуй, это наша главная задача. И отсюда в «Здоровый образ жизни» мы реализовывали программу «Колпино – город без наркотиков», такую общероссийскую. И вообще, вот «Здоровый образ жизни» – это вот такой штамп уже нашего университета. Наши ребята, если приходят куда-то на городские мероприятия, там на них говорят «А, это из Аграрного, которые не пьют, не курят». Вот, недавно «Деловой Петербург» опубликовал такую, значит, статью большую, там были студенты нашего университета на фотографии, и написано, вот, выпускники Аграрного организовали какой-то бизнес, не принимают на работу те, кто употребляет алкоголь или табак. Ну, вот это у нас вот такая линия, очень серьезная. Я хочу сказать, что мне очень приятно, что эта линия находит мощное развитие в стране. Сегодня 31% взрослого населения не употребляет алкоголь или табак в принципе. Это приводит, конечно, вот в рамках, знаете, такого вот чисто монетарного подхода и к некоторым проблемам. Я являюсь доверенным лицом Георгия Сергеевича Полтавченко, и мне очень понравилось его замечание, когда на вопрос о том, что индекс промышленного производства в Питере вот в этом году как-то подсел, он сказал, а давайте посмотрим на истоки. Мы стали меньше выпускать водки, меньше стали выпускать табака, меньше стали выпускать пиво. Так это как? Это минус или плюс? Вот, по нашему мнению, это, конечно, колоссальный плюс, и мы всячески содействуем развитию этих тенденций. Я как-то уже говорил на вашем форуме, еще раз подтверждаю, что мы крайне заинтересованы в выстраивании вот такой совместной работы. Нам надо сделать, чтобы у ребят действительно, как и в нашем университете, стало модно не пить, не курить. Я вот ребятам, выступая здесь в кинотеатре «Колидей» недавно, сказал тогда, о санкциях речь зашла. Ребята, я говорю, а что такое санкции? Вы что считаете, это задача президента? А вот как, значит, санкции наложить на транснациональные корпорации, на торговцев, там, так сказать, наркобаронов? Да просто перестать пить и курить. Президент не нужен. Как только мы с вами перестанем пить и курить, вот вам самые эффективные, пожалуй, санкции, которые может применить наша молодежь, и можем применить мы с вами, если мы так поставим задачки перед нашим подрастающим поколением. Я от всей души поздравляю вас с нашим общим праздником и хочу выразить надежды, что мы получаем колоссальную поддержку сейчас от администрации района во всех своих начинаниях. Но, еще раз говорю, мы можем добиться успехов здесь только вместе с вами. Наш университет в этом году отмечает 110-летие. 17 октября в этом зале, я надеюсь, мы проведем наше празднование. И поэтому мне тоже хотелось бы заранее пригласить представителей школ района. И давайте сделаем так, чтобы учащиеся наших школ считали за честь пройти школу аграрного университета, потому что, вы знаете, я вот так своим даже здесь близким говорю, вы просто посчитайте, два часа на дорогу в Питер и два часа на дорогу обратно. То есть проблемы безопасности и прочее-прочее. Великолепные теперь у нас условия и все под боком. Только за время дороги можно получить высшее образование. Причем у нас отработанная система, когда можно получить на выходе и два декома. Ну вот не буду больше злоупотреблять вашим вниманием. У нас у вас много своих профессиональных проблем. Хочу еще раз вас поздравить с праздником. И извиниться, сегодня вот прямо едва успеваю. Сегодня открытие дня Санкт-Петербурга и Лейнградской области. На этом форуме выставка Аграрусь идет. И я там просто задействован в официальной церемонии. Поэтому я от всей души хочу пожелать вам успехов и надеюсь на совместную дружную работу. Удачи вам!